11-летний Сережа уже год мастерит корабли. На этих соревнованиях он впервые в роли капитана. Не только корабля, но и всей команды. Я еще пока что никогда не был капитаном. И это очень ответственно на работу, можно сказать. Надо следить за всем, что делают участники команды. А вот это? Это вьюшка. А вот это вот? Это спасательный план. Теоретический зачет и осмотр кораблей перед заплывом. Военные, подводные, гражданские и радиоуправляемые судна. И все точные копии реальных. Это торпедные бомбы. Это пулеметная пушка, которым всегда защищаются военные. Спасательный плод, если что-то произойдет не так. А также много люков, которые тоже нужны. В этом состязании судомодельного спорта соревновались 25 детей из трех центров доп. образования Барнаула. Они сами проектируют и создают корабли. Из пластика, дерева, стекловолокна, железной проволоки. Это кропотливый труд, рассказывают педагоги, где нужна техническая жилка. Они физикой тут знакомятся, схемией, математикой, черчением. Особенно черчением. Они же чертежи. Делают модель корабля по чертежам. А читать правильно чертеж нужно уметь знать. В школах черчения, какового сейчас нет. У каждого участника было три попытки. В какие ворота судно попало, столько баллов и получило. Главное, чтобы не подвел моторчик. Ветерок может увести модель в сторону. Почему сегодня представитель федерации края и сказал, что вам тихой воды. То есть вода должна быть как зеркальная. Итоги соревнований подведут чуть позже. А пока многие из участников рассказали, что в будущем хотели бы связать свою жизнь с морфлотом или инженерными специальностями. И возможно, такое маленькое увлечение станет большим заплывом в мир интересных профессий. Мария Мацаева. День с толком.